Коллеги, всем добрый день. Подскажите, как нас слышно? Давайте-ка огонечками поставим. Слышно, видно? Огонечки есть? Ну давайте, давайте, побольше, побольше. Все, отлично, отлично. Давайте тогда начнем. Коллеги, еще раз здравствуйте. Рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который посвящен нашей системе Axelot TOS. Ведущими сегодняшнего мероприятия буду я, Юрий Жданов, руководитель отдела продаж и мой бессменный коллега Василий Годомакин, ведущий консультант. Всем добрый день, друзья. Рад всех встретить и будем рады вам вещать сегодня по системе Axelot TOS. Юрий, продолжай. Да, коллеги, хочу напомнить о том, что это у нас цикл вебинаров, да, это у нас серия, и сегодня наш третий вебинар. Если кто-то из вас пропустил предыдущие вебинары, да, которые были на тему топологии контейнерного терминала и входящего потока, вы можете перейти по QR-кодам, которые видите на экране, и, соответственно, ознакомиться с этими вебинарами, что обязательно советую сделать. Сегодня, как я сказал, мы поговорим про исходящий поток, да, и следующий вебинар у нас будет посвящен биллингу, ну, и, наверное, всем таким смежным вещам, которые с биллингом связаны в том числе, да. Вот. Сегодняшнее наше мероприятие будет разбито на несколько частей, да. В первой части вводной мы с вами поговорим о том, для чего нужен исходящий поток, что он из себя представляет, да. В центральной части мой коллега расскажет про исходящий поток более подробно, как в нашей системе все это организовано. И в третьей части мы оставим ответы на вопросы. Если же на какие-то вопросы мы в связи там со временем не успеем ответить, не стесняйтесь, все равно пишите, мы ответим на них чуть позже с помощью почты, либо звонка, либо соцсетей. Переходим к теме нашего вебинара, да, исходящий поток. Надо сказать о том, что это одна из важных частей, да, жизни, цикла жизни терминала и завершающая часть, да, когда наши контейнеры планируют или уходят с нашего терминала, да. Здесь, как я уже сказал, одним из самых важных является планирование, да, потому что нам надо с вами планировать платформы, надо планировать технику, надо планировать людей и так далее, и работу, в принципе, терминала. Одной из немаловажных составляющих является также минимизация нецелевых операций, да, то есть это именно раскопки, чаще всего это раскопки, да, то есть нам нужны те операции, которые приносят прибыль нашему терминалу, приносят прибыль нашей компании, да, и направлены только на выполнение тех операций, которые нам нужны, а не пустых. И, естественно, нагрузка терминала, да, она должна быть балансирована, и во всем должен быть баланс. Должна быть сбалансирована нагрузка на технику, должна быть сбалансирована нагрузка на людей, должна быть сбалансирована нагрузка на систему и так далее. То есть во всем нужен баланс. Далее мой коллега Василий рассказал более подробно про нашу систему. Кстати, еще хотел помнить, что наша система, она является международной, да, Василий, и внедрена в нескольких странах мира, поэтому у нас есть большой опыт, Вот. И система у нас достаточно сильно развита в этой части. Ну, с каждым годом у нас все распространяется, наша система по странам, как говорится, идет шагами, я бы так сказал, последние годы большими, да, задаток системы очень большой и, соответственно, есть большие перспективы по набору опыта и практики на всех проектах, которые происходят не только в России, но и в других странах, зарубежьях. Вот. Потому что зачастую есть функционалы, есть какое-то законодательство отлично от российского, которое, соответственно, дает развитие и другой, соответственно, вектор развития функционала. Вот. Ну, продолжим. Спасибо, Юрий, за передачу слова мне. Итак, друзья, сегодня хочу с вами поговорить о том, то, что будет интересовать любой контейнерный терминал при целевой задаче, это отгрузить контейнера, грузы с контейнерного терминала, да, и, соответственно, какие операции должны при этом произойти и с какими объектами, системами работает система Аксилот ТОС. И, соответственно, первое, что нас интересует, это сами транспортные средства. То есть мы обрабатываем транспортные средства в системе Аксилот ТОС, в любом случае это и груженные могут приходить с контейнерами грузы, но в том числе и порожние. То есть в текущей ситуации, когда нас интересует исходящий поток по отгрузке контейнеров, нас очень будут интересовать характеристики транспортных средств, которые, соответственно, влияют на то, какой можно запланировать контейнер груз в связи с грузоподъемностью и вместимостью транспортных средств. Вот для этого, соответственно, и являются, соответственно, такие характеристики транспортных средств для системы ТОС очень актуальными и активными, да. Мы умеем обрабатывать транспортные средства различные, как вы видите, да. Это могут быть и платформы железнодорожные, и, соответственно, автоконтейнеровозы, да, с прицепами и, соответственно, морские судны. Со всеми ними мы умеем обрабатывать задачи по погрузке наших контейнеров и грузов. Далее, соответственно, по железнодорожному фронту, неотъемлемая часть в контейнерном терминале, да. Здесь мы, соответственно, используем его и достигаем цели по минимизации простоя наших железнодорожных платформ, да, с целью того, чтобы они проставили намного меньше. В связи с этим есть удобные инструменты, которые позволяют, соответственно, минимизировать простой порожный платформ и быстрее выполнить операции по погрузке целевых контейнеров, да. В связи с этим, соответственно, мы можем отслеживать вот такой фронт железнодорожный, как и на подходе, на терминале, на ЖД-путях и выполнять различные операции. Планирование подачи, досмотровые и погрузочные работы, которые будут выполняться с минимальным, соответственно, затратами по времени. За счет чего это достигается, мы как раз-таки и сегодня и рассмотрим. Следующее, соответственно, то, что хотел показать в железнодорожном фронте, это наше рабочее место, автоматизированное диспетчер ЖД, да, которое позволяет, соответственно, первое, это что делать, отслеживать все транспортные средства железнодорожные на подходе, да. Мы можем понимать, соответственно, какие вагоны есть на подходе на какой железнодорожной станции, но и самое важное, мы понимаем, какие вагоны порожние и какие гружены. Для того, чтобы нам запланировать задачи по исходящему потоку, соответственно, мы сразу уже увидим в этом удобном интерфейсе, какие же из вагонов являются порожними, да, то есть какие с контейнерами, какие без контейнеров, да, в последнем поле. На слайде мы это очень замечательно видим и видим, понимаем, какой статус обработки всех этих вагонов. Соответственно, данный режим позволяет запланировать поступление, да, то есть все данные по вагонам здесь появляются не просто так в интерфейсе, мы умеем их загружать из различных источников. Это могут быть различные файлы формата Excel, либо интеграция системы RGD, либо интеграция системы ETRAN, которые позволяют нам загружать плановые данные для того, чтобы контейнерный терминал не оказался в патовой ситуации, да, то, что подали платформы железнодорожные и нужно что-то делать с ними, не зная о том, что было какое количество вагонов и какие планы были до этого, да, какие-то там планы там четырехчасовые, либо за сутки, либо за несколько дней, да, с контейнерным терминалом просто не успел подготовиться к отгрузке контейнеров на данный вагон. Вот для того, чтобы таких ситуаций не было, наша система умеет заранее загружать данные заявки, их отслеживать, планировать и выстраивать именно в том порядке, в том, соответственно, ключевом волне подачи платформ, который удобен контейнерным терминалом для того, чтобы вся цепочка происходила именно в строгой очередности, без нагрузки сильной на технику и ресурсы терминала, да, ну, либо если есть какая-то пиковая нагрузка, чтобы эта очередь выстраивалась последовательно друг за другом, не мешая друг другу. Вот. Дальнейшее, соответственно, выполняется после загрузки всех данных по подходе вагонов, мы можем уже спланировать подачи, то есть сам оператор системы диспетчер на данном слайде может вручную оформить план подачи, то есть выбрать из списка те вагоны, которые интересуют подпогрузку. Данный функционал очень был актуален в нашем одном из проектов, это Сибур, когда было производственной мощностью и нужно было отгрузить пороженник контейнера, затарить их грузом и отгрузить на вагоны. И для того, чтобы подобрать определенные вагоны, как раз-таки диспетчеры системы ТОС в Сибуре, они использовали планирование подачи, то есть подбирали определенные характеристики вагонов, определенного экспедитора для того, чтобы погрузить плановые вагоны под отгрузку. В связи с этим этот инструмент со времен Сибура и остался в системе, очень сильно сейчас развивается, так как у нас появилось теперь планирование подачи и в автоматическом режиме. Теперь у нас есть определенный алгоритм планирования подачи платформ, который позволяет без участия оператора запланировать, откуда, с каких железнодорожных, соответственно, путей можно, либо станции можно взять и подать платформы, и на какие же ты пути, соответственно, и спланировать эту платформу. Здесь учитываются различные факторы, то есть есть различные типы алгоритмов потребности, в зависимости от того, по FIFO, по, соответственно, различным алгоритмам размещения, то есть на какой путь подать в связи с какими данными по контейнерной площадке, то есть если на контейнерной площадке, допустим, находятся только груженные контейнера, и нужно на эту площадку подавать поезда и железнодорожную платформу только с груженными контейнерами, то мы в этих алгоритмах можем все это настроить и выверить. Также и в обратной ситуации, если, допустим, площадка имеется только с порожними контейнерами, то тоже можем также спланировать поезда, которые идут с порожними. Либо один поезд, если он идет смешанным, да, и с груженными порожними, соответственно, контейнерами, мы из выставочных железнодорожных путей можем спланировать переподачу таких железнодорожных платформ на разные пути в зависимости от характеристик площадок и какие контейнера на них стоят, и с какой целью там эти контейнера стоят. Вот такой инструмент у нас уже появился в одной из последних версий. Это очень, мне кажется, очень удобный инструмент и дает развитие системы. Вот, следующее, после того, как мы спланировали подачу, мы выполняем уже фактическую подачу, да, оформление подачи выполняется либо загрузкой из файла, либо, соответственно, оформляется также выбором из списка железнодорожных платформ, которые прибыли уже на GD-пути терминалы, которые нужно обрабатывать. Инструмент тоже очень полезный, который позволяет фиксировать о том, что, да, действительно, локомотив, соответственно, подал железнодорожные платформы на железнодорожные пути контейнерного терминала. И следующее развитие еще стоит заметить, помимо автоматического планирования подачи, у нас еще и на дислокации на GD-путях, мы видим интерфейс, еще появился такой вариант, как переподача железнодорожных платформ с одного GD-пути на другой GD-пути. Ранее такого не было, сейчас есть. Вот в рамках уже дислокации на GD-путях мы уже имеем всю картину. Какой вагон пришел, с каким контейнером, и что сейчас с ним происходит на контейнерной площадке. То есть его осматривают, потом, соответственно, происходит выгрузка, он готов уже к погрузке. Либо приходят уже порожние вагоны, как в нашем случае, происходящему потоку, и, соответственно, мы дожидаемся, когда вагоник пройдет по GD-путям и осмотрит вагоны. Здесь выставляется состояние вагонов, готовых к погрузку. То есть состояние годное, либо бракованное. В данном случае система очень активна в дальнейшем при планировании погрузки отслеживает, какой вагон, соответственно, по вместимости. То есть если на нем место под погрузку контейнера, возможно ли вообще на него грузить. То есть он годный, если бракованный, то система будет не учитывать такие вагоны под погрузку. И какой грузоподъемности этот вагон, то есть сколько по весу, он может себя принять в общей численности массы контейнеров. Будет это один контейнер, два контейнера, три контейнера и так далее. Поэтому следующее, что я хотел вам сказать на дислокации по GD-путям, как раз-таки это переподача. Мы можем теперь, в текущей версии нашей системы Axelotos, переподавать железнодорожную платформу в рамках GD-путей. То есть можно подать платформу на высоченные GD-путей. И когда время пришло, соответственно, под погрузку, допустим, железнодорожных вагонов на них контейнера, мы можем переподавать с одного GD-пути на другой. Это можем, соответственно, выполнить, используя интерфейс рабочего места диспетчера GD. Очень удобный интерфейс, в принципе, он был у нас и ранее, но теперь он стал наиболее удобнее, потому что позволяет в одном инструменте, то есть в рабочем месте диспетчера GD, не заходя в различные справочники, документы дополнительные, все это теперь выполняется намного быстрее, с минимальным количеством операций в системе. Очень тоже удобный такой функционал, имеет свое развитие в системе Toast. Следующее, после того, как мы подали железнодорожные пути наши транспортные средства вагоны, мы выполняем их осмотр. Важным фактором здесь я хотел учесть то, что мы здесь выставляем координату каждого вагона на GD-пути. Это очень актуальный, соответственно, функционал по размещению координаты. Он имеет, соответственно, место быть, как и при разгрузке вагонов. То есть мы при разгрузке вагонов понимаем, где в какой координате стоит вагон, и, соответственно, подбираем минимальную ячейку по расстоянию для разгрузки контейнера. Также и при погрузке. То есть когда мы находим весь список контейнеров, мы понимаем положение координат у каждого контейнера, и для каждого контейнера мы стараемся подобрать вагон, который находится на минимальном расстоянии от этого контейнера, чтобы пробег техники терминала был минимальный, и, соответственно, не только пробег, но и, соответственно, время, затраченное на перемещение данного контейнера, чтобы подъехать к нему и погрузить на вагон. То есть вот эту координату, которую фиксируем мы на GD-путях, она имеет очень важную вещь, она как бы ключевая, является вот таким ключом ко всем событиям, которые будут происходить в системе, которые будут влиять на затраты, минимизацию по пробегу техники терминала. Для минимизации раскопок уже имеется в виду уже не пробеги техники терминала, а уже те вещи, которые происходят, когда мы все-таки контейнера нашли под отгрузку необходимые в системе ТОС, и мы должны системе сказать, в каком порядке этот весь список контейнеров нужно, соответственно, отобрать. Для этого на самом этапе отгрузки есть еще и предварительный этап, мы должны немножко откатиться назад. То есть это когда контейнера у нас приходят на площадку, мы уже в тот момент должны задуматься, а как минимизировать в дальнейшем, соответственно, варианты по раскопке, откапыванию контейнеров, которые необходимы будут для отгрузки, чтобы это было минимально, чтобы лишние контейнера, которые не нужны, они каждый раз не мешали. Эта, в принципе, задача очень актуальна, она используется во всей логистике, не только контейнерной, но и складской логистике. Это такие задачи, например, вы можете знать, это как вытеснение, уплотнение. Все эти задачи очень зачастую для заказчиков являются таким must-have, на него очень полагается и очень надеются, что как бы все расстановится по местам. Но на самом деле я на своих проектах и все мои коллеги всегда говорим о том, что нужно принимать решения уже на стадии приемки и размещения грузов и контейнеров и товаров на площади, складки или контейнерного терминала, чтобы в дальнейшем их расположить так, чтобы они друг другу не мешали и по совместимости находились именно в одном месте с одинаковыми характеристиками. То же самое и с контейнерами. То есть здесь мы по условиям размещения можем разместить контейнера по разным штабелям на нашем контейнерном терминале. То есть мы можем разграничить контейнера в своих штабелях по типу размеру. 40-футовые, отдельно от 20-футовых контейнеров, потому что они по размеру разные и, соответственно, при расходке в дальнейшем будет удобно работать с каждым отдельным штабелем, в котором будут своего типоразмера контейнера. Также порожные и груженные тоже очень актуально, потому что зачастую поезда отгружают не смешанного типа, а именно только, допустим, только груженные контейнера либо только порожные. Для этого мы тоже на этапе уже приемки размещения контейнеров мы можем их разделять на разные штабели. Рефрежераторные контейнеры понятно, тут условия уже больше не по совместимости, потому что их нужно поставить в свои стойки с розетками электропитания, и необходимость таможенной очистки тоже здесь накладывают свои условия. В таких условиях мы можем все контейнеры, которые к нам приходят, разграничить по своим штабелям, своим группам, да, кучечкам контейнеров, которые будут располагаться каждый в своем месте и в дальнейшем не мешать друг другу для того, чтобы спланировать их отгрузку. Вот. Также к минимизации раскопок следует ли учесть и, соответственно, параметры совместимости контейнеров не только по типоразмерам, но и такие есть, как входящий поезд, исходящий поезд, вот, дата поступления поездов. Здесь мы можем минимизировать еще и холостой пробег, да, техники за счет минимального расстояния по длине с дорожной платформы, да, или метра погрузки-разгрузки авто. То есть здесь я хотел вам показать, что есть у нас в алгоритмах размещения, да, то есть на этапе размещения уже загодя до отгрузки, есть у нас порядок сортировки ячеек, которые будут подбираться под размещение контейнеров. И с этим минимизируются, соответственно, пробеги техники. То есть не только при отгрузке они будут минимизироваться по расстоянию от вагона либо автомобиля, но и при приемке. Ну и хотел показать настройки совместимости, которые тоже сдаются у нас по всем, соответственно, штабелям в системе, да, по стокам, которые позволяют как раз-таки минимизировать вот эти затраты на раскопки, когда у нас будут контейнеры стоять по своим группам совместимости. Вот. Также еще хотел учесть главную вещь по балансировке нагрузки на технику, да. Вот. В рабочем месте, который у нас выполняется на технике, да, терминал, это будет рейштайкер либо крановое оборудование, да. Соответственно, там операторы техники могут очень удобным образом видеть, что система спланирует ячейки размещения по возрастанию расстояния до середины стока, по возрастанию рядов, да, по обыванию линий и по обыванию ярусов. Для чего это делается? То есть я попытался схематично вам показать, что у нас есть пирамидная такая схема, всегда размещение контейнеров. В зависимости от того, в каком порядке мы будем контейнера ставить вот в эти группы штабелей, будет и выдаваться в системе для оператора техники, чтобы ставить контейнера именно начиная с самого последней линии, да, слева, и заполнять ее ближе и ближе, соответственно, допустим, к ЖД путям, да, для того, чтобы не было такой ситуации, что мы поставили контейнер у ЖД путей, а потом нам нужно контейнера поставить уже дальше, да, по всей площадке, то есть через контейнер, допустим, кран, да, там на рельсовом ходу либо другой кран, он может, в принципе, это сделать, но вот для рестайкеров такая ситуация уже затратная, ему нужно уже этот контейнер объезжать, если контейнерная площадка позволяет развернуться его поста и в другом месте, то это уже затрата на лишние пробеги и времени, да, но таким образом мы в системе можем настроить так, чтобы техника лишний раз, лишние операции не делала за счет того, что мы четко в алгоритмах размещения выделяем порядок поиска ячеек размещения. Также к минимизации раскопок следует отнести и сортировку задач соответственно у оператора техники. Они сортируются именно в той последовательности, в которой система рассчитала эти ячейки расположения контейнеров в штабеле вот в пирамидной такой группировке. Вот, эти сортировки может вручную менять оператор техники, но при этом базовая сортировка она никогда не сломается. То есть он может менять оператор техники, допустим, сначала ЖД-пути выстраивать задачи по размещению либо отбору, либо в конце ЖД-пути начинает это для того, чтобы одновременно работало две техники, либо несколько видов техники они могли работать с определенным единым массивом задач. Для этого могут сортировать. Ну и в любом случае сортировка делается так, чтобы контейнера раскапывались с верхних ярусов, в ближайших линиях, чтобы не было такого, что мы получаем сразу списки задачи, которые с нижних ярусов, а потом уже более с верхних. То есть мы здесь в рабочем месте оператора техники, помимо алгоритмов, которые нам спланировали ячейки и контейнера, мы еще выстраиваем список и очередные задач списки рабочего места именно в том порядке, чтобы не приходилось раскапывать контейнера, чтобы разбиралась вот эта пирамидная штабель, пирамидная кучка, разбиралась сверху и с крайних линий. Это очень актуально, особенно если на терминале работает только речтайк. Планирование погрузки, соответственно, уже после того, как у нас прибыли контейнера на площадку, мы разместили по совместимости, все спланировали, у нас выполняется задание на отгрузку, оно может выполняться в двух режимах, это на ЖД отгрузка и на авто. Задание на отгрузку, если вы посмотрите на слайде, у нас есть различные потребности по отгрузке, это могут быть подбор определенных контейнеров, определенного количества штук, с определенным экспедитором, получателем, по определенному составу, то есть либо мы можем запланировать отгрузку только груженных, либо только порожних, либо без разницы каких смешанных, можем запланировать только рефрижераторные контейнера, например, либо, соответственно, запланировать только 40-футовые контейнера, отдельно от 20-футовых, либо все смешанно. Такие инструменты по планированию погрузки без номерной, когда нам нужен не конкретный какой-то контейнер, а какое-то определенное количество контейнеров, мы можем теперь в текущей версии из последних в системе ТОС у нас появился вот такой фильтр потребности контейнеров, который нам позволяет не просто отгрузить контейнера определенному экспедитору в определенном направлении, но из всего массива контейнеров подобрать контейнера, которые, допустим, только порожные, либо только груженные, еще раз повторюсь, да, это очень удобный инструмент и имеет место быть, и теперь в текущей версии системы он появился. Вот, автоматическое планирование подбора, это важная вещь, которой нету, да, не в топологии терминала, нету во входящем потоке, это используется уже в восходящем потоке в системе КСОЛОТОС. Да, планирование отбора выполняется у нас так же, как и при приемке на предыдущем вебинаре, мы рассказывали, есть у нас стратегия алгоритма здесь, также у нас есть стратегия алгоритма уже отбора контейнеров, да, соответственно, здесь мы строго можем сказать, откуда нам нужно отбирать контейнера по заданию на отгрузку, из каких зон, то есть система найдет экспедитора, порожние, допустим, и 40-футовые. А вот откуда их можно отбирать, мы задаем как раз таки в алгоритме отбора, а именно в каком порядке нам нужно их, соответственно, отбирать, уже задается в порядке, то есть есть определенные реквизиты, это редактирование порядка, здесь также по аналогии с размещением мы подбираем контейнера, которые являются самыми предметными. И весь массив список контейнеров, допустим, если нам нужно запланировать 30 штук, он выстроится именно в том порядке, в котором мы здесь как раз таки в алгоритме, в реквизите порядок укажем, то есть здесь по дате поступления будет первый подбираться, по зоне планирования, линия по возрастанию, да, и ярус побывания. Вот таким образом, так же, как и при размещении, система расскажет, что нужно отбирать контейнера с верхних ярусов по дате поступления самые первые и так далее. Таким образом, мы выстраиваем приоритетность, какие из всего массива контейнеров для нас являются приоритетными и какой в первую очередь для водителя техники давать на отбор из штабеля стока. Вот. Также есть автоматическое планирование размещения в исходящем потоке. Это не путать с исходящим потоком, это мы здесь уже планируем размещение на транспортное средство. То есть мы отобрали контейнер, да, по алгоритму и также пока еще не выполняется задачное примещение, мы должны сказать водителю техники, контейнер возьми этот, а куда, на какой вагон, либо на какой автомобиль нужно грузить контейнер. Также у нас есть алгоритм размещения, где мы говорим, на какие ЖД-пути искать вагоны, допустим, если железнодорожный фронт. И также, как и в алгоритме, где отбора алгоритма размещения, есть порядок размещения на транспортное средство. То есть мы можем подобрать, соответственно, определенный ЖД-путь по обыванию или по возрастанию и расстояние по линии. Важное значение здесь имеет у нас это возрастание расстояния до ЖД-платформы по линии. Как и говорил ранее, да, сегодняшние наши встречи на вебинаре, что важный момент является это зафиксировать координату ЖД-платформы на ЖД-пути, когда она еще приходит порожнее. Здесь как раз таки мы удобным образом в алгоритме размещения и используем вот этот параметр координата ЖД-платформы как параметр расстояния по линии. И как раз мы здесь добавляем из-за того, что мы для каждого контейнера подбираем вагон, до которого нужно будет сделать минимальный пробег по контейнерным терминалам. Я думаю, очень удобная вещь. Соответственно, многие интересуются у нас, да, и заказчиков, а зачем координаты задавать, поэтому сегодня и рассказываем, для чего это все существует. Соответственно, в дальнейшем, как только мы спланировали, соответственно, погрузку, у нас есть подбор также ручной, да, отбор размещения, помимо автоматического, да, когда мы можем по каждому номеру, это когда нас интересует именно только номерная отгрузка конкретных номеров, контейнеров. У нас есть удобный инструмент, который позволяет контейнера, соответственно, спланировать и подобрать на определенную платформу. В этом инструменте у нас, соответственно, очень удобный, многие могут и не замечать в работе, и наши клиенты, то, что здесь по каждой платформе показывается ее грузоподъемность, ее вместимость. И по каждому контейнеру также показывается его, соответственно, масса контейнера, это для того, чтобы грузоподъемность здесь вычитывалась. И здесь есть определенные условия, которые не позволяют грузить контейнера, если грузоподъемность на платформе уже превышена, с учетом того, что уже запланирован другой контейнер, еще на эту же платформу, допустим. И также здесь показывается, в какой ячейке находится контейнер и на каком ярусе. И это для того, чтобы, если не используется автоматическое планирование, оператор мог подобрать контейнера в том порядке для того, чтобы минимизировать раскопки и чтобы минимизировать пробеги техники. То есть, зная, на какой координате, в какой последовательности стоят вагоны и зная, где находится, соответственно, контейнер в какой ячейке, в каком стоке, А, В, С, сразу оператор понимает, что если вагон стоит в конце терминала, это значит, что у нас там уже последние стоки, Е, Ф, К и так далее. Оттуда их подбирать на первые вагоны, которые стоят в начале терминала, нецелесообразно. Таким образом, здесь система еще подсказывает оператору для того, чтобы минимизировать пробеги техники и учитывать грузоподъемность платформы. Подброска контейнера, соответственно, у нас уже в рабочем месте речстайкера после того, как он получил определенные в списке задачи, выполняется вот в таком режиме. Есть у нас графический интерфейс, где мы видим контейнер, который у нас есть вид сверху, в каком он находится, соответственно, штабели, и вид, соответственно, с блоком в разрезе ярусов. То есть мы понимаем, нужно раскапывать этот контейнер или не нужно. Вот такой режим графически показывает не только наш целевой контейнер красным цветом, но и другие контейнера, они подсвечиваются различными цветами. Это, соответственно, ярусность контейнеров. Есть еще контейнера, которые, допустим, розовым цветом подсвечиваются. Это означает то, что на данные контейнера уже запланирована другая задача на перемещение. В режиме погрузки положить, соответственно, если это ЖД-фронт, здесь у нас очень активно и, соответственно, интуитивно показываются вагоны, раздорожные платформы, на которые нужно грузить контейнера. Наш целевой контейнер красным цветом отображается. И нецелевые контейнера, которые уже стоят на платформе, тоже отображаются. То есть по логике в системе интерфейс графический, он, по сути, воспроизводит физику. То, что видит перед глазами себя оператор техники, он должен видеть и, соответственно, на экране нашего мобильного клиента. По автовизитам тоже хотел немножко заострить внимание, то, что мы умеем отгружать не только на ЖД, но и на авто. Для этого у нас в системе последних версиях появились автовизиты. В автовизитах также есть тип, соответственно, визита. Это выдача. Выдача контейнеров. Мы можем запланировать определенный период визитов. Сколько этих визитов будет, на какие транспортные средства будет в этот период запланирована отгрузка контейнеров. И спланировать, какие контейнера. Если контейнеры неизвестны, также можно спланировать и безномерную выдачу. Просто запланировать, что количество будет 10, а какие контейнера, мы просто уже по факту узнаем, узнаем, когда, соответственно, приедет клиент за контейнером и можем из этого интерфейса заявки на визит создать заявку на выдачу и уже ввести номер контейнера. Также есть у нас определенный выбор периодов, какой период заявка на выдачу, если будет приходить, выбирается определенный таймслот, который доступен для обработки этих автовизитов. То есть есть у нас еще и справочник периодов таймслотов, в котором мы говорим, что именно в эти периоды времени мы можем обрабатывать отгрузку контейнеров на машины. Выполнение отгрузки на авто выполняется по заявке на выдачу, как я проговорил. Здесь у нас в заявке на выдачу уже есть информация, номер контейнера и транспортные средства. И все движения, которые выполняются в процессе погрузки, они отображаются за счет статусов этой заявки на выдачу. В данном случае у нас уже есть ожидание размещения на транспортном средстве. Это говорит о том, что заявка на выдачу готова, контейнер подобран и, соответственно, ждет, когда оператор техники выполнит задачу на перемещение по этой заявочке. Соответственно, погрузка контейнера также на авто выполняется, в принципе, при отборе в режиме взять аналогично с ЖД и Фонтон. Мы, соответственно, видим вид сверху, видим контейнер, что у нас он получается закопан. Мы можем его раскопать в этом режиме и, соответственно, выполнить дальнейшую погрузку уже на транспортные средства. Здесь мы просто отображаем, что у нас прибыл автомобиль и на какой автомобиль нам нужно погрузить. То есть в отличие от железнодорожного фронта, здесь у нас в автомобиле они как бы хаотично передвигаются. Ну, на самом деле, не хаотично в строгой последовательности, но нет выстраивания по координатам, допустим, уже до пути, как и железнодорожных фронтов. Здесь мы просто подсвечиваем номер транспортного средства. Очень простой режим, здесь мы просто подтверждаем положить. В таком режиме у нас уже завершается исходящий поток, все контейнеры отгружены на железнодорожном фронте, на автомобильном фронте. И с определенной строгой последовательностью и с теми вещами и функционалом, которые позволяют минимизировать раскопки, да, и минимизировать пробеги техники, то есть балансировать нагрузку на техники. В таком режиме мы завершаем погрузку и наш, соответственно, текущую тему по оповещению вас и рассказу по исходящему потоку отгрузки контейнеров и грузов в системе Axelotos. Спасибо вам, коллеги. Надеюсь, всем было очень интересно. Если дальнейшие темы будут вас интересовать по различному функционалу системы Axelotos, вы можете нам присылать, да, ну и Юрий вам расскажет о наших будущих темах вебинаров и наших планов, которых мы хотим вас повестить и рассказать. Да, спасибо, Василий. Было очень интересно. Я, кстати, вспомнил происходящий поток, помнишь, на одном из наших с тобой проектов, которые мы выполняли как раз-таки по внедрению Axelotos. По исходящему потоку было подтверждение, у нас было такое рабочее место на КПП, как раз-таки когда сотрудник у нас подтверждал, да, что по этой заявке этот автомобиль и контейнер, который погружен на него, соответствует, соответственно, он подтверждал. После этого только и по системе мы могли отпускать, и, соответственно, сам сотрудник охраны, да, ДПП. Это что-то, какие-то задатки управления двором такие небольшие, да, вот такое рабочее место контрольно-пропускного пункта придумали, да, и там очень удобно, есть интерфейс, который позволяет не только отследить, что контейнер погружен или выгружен, но и то, что вообще клиент оплатил за эти услуги или нет. Да, да, это достаточно удобно, потому что, ну, если, во-первых, человеческие ошибки все равно бывают, да, кто-то что-то где-то не увидел, поэтому повторная проверка, она достаточно хорошо. Главное, это удобно, потому что там на КПП работают охранники, зачастую у них как бы с образованием не совсем там высшее, да, и наш интерфейс, системе позволяет очень удобно работать и охранником. То есть минимальное какое-то нажатие кнопок позволяет в этом режиме работать и охранником КПП. Да. Греги, я возвращаюсь к нашей презентации, к нашему вебинару, да, мы тут с Василием решили подискутировать немного. Следующая тема нашего вебинара – это биллинг и все, что рядом с ним, все, что около него. Наверное, мы, как на первых слайдах сказали, дата – это будет ориентировочно декабрь 2023 года, но более точную дату мы, соответственно, назовем позднее, и поэтому следите за нашими анонсами, за нашими постами в различных соцсетях, в том числе и на сайте за новостной лентой. Продолжение следует...